Фильм начинается с того, что группа пиратов отдыхает после одной из своих «миссий». Один из них забрел в лес, чтобы справить нужду, и случайно наткнулся на пещеру. Земля под ним зашевелилась и его затянуло вниз, он кричит, а затем исчезает без следа. Возле японского пулеметного гнезда времен Второй мировой войны мы видим миллионера по имени Стэнли, а также его девушку, Тина, капитан группы наемников, нанятых Стэнли, отвлекает бывшего военного инженера, когда он замечает, что мужчина смотрит вдаль, они паникуют, когда слышат звук из пулеметного гнезда. Это один из приспешников Тина. Он выходит с черепом в руках, пытаясь напугать группу, а затем смеется над собственной шуткой. После инцидента Стэнли ругает Тина за поведение его людей. Он обещает, что это больше не повторится. Два последних приспешника из группы Тина дразнят друг друга только что найденным черепом. Стэнли приводит с собой японского ученого, чтобы та проверила пулеметное гнездо. Пока они ждут, инженер спрашивает Тина, знает ли он, что ищет Стэнли. Тина говорит, что понятия не имеет и не заинтересован в выяснении. Инженер объясняет, что хотел бы знать основы работы и рассказывает, что чувствует, что за ними что-то следит, тем более, что вокруг много пиратской активности. Группа продолжает идти дальше, углубляясь в лес, пока не достигает входа в мертвую шахту, которой раньше управляли голландцы. Инженер предполагает, что она была заброшена, а затем захвачен японцами. Затем Стэнли сообщает, что мертвая шахта была перепрофилирована и превращена в военный бункер. Это именно то, что они ищут. Инженер сообщает им, что ему нужно проверить это место, поскольку имеются признаки недавней сейсмической активности, что указывает на то, что все это место может быть нестабильным. Он спрашивает ученую, как она оказалась в Стэнли. Она сообщает, что пришла сюда для собственного исследования и желания узнать больше о Второй мировой войне. Инженер говорит ей, что для того, чтобы сделать солдата, нужно его перепроектировать, разрушая их, а затем восстанавливая. Оставив что-то другое вместо сердца, это заставит их думать, что быть убийцей. Это нормально. Группа внезапно оказалась под шквальным огнем группы пиратов. Инженер еще не закончил проверку шахты, но у них нет выбора. Все бегут внутрь. Наемник заходит последним и слишком поздно понимает, что вслед за ним бросили гранату. Когда все приходят в сознание, они обнаруживают, что один из наемников тяжело ранен и вход в шахту обрушился, заблокировав им выход. Они вытаскивают его из-под завалов, и инженер привлекает внимание Тина, давая ему понять, что они ни в коем случае не выйдут тем же путем, которым пришли. Он упоминает, что они могли бы спуститься в шахту, но нет гарантии, что есть другой выход. Группа вступает в спор о том, была ли встреча с пиратами совпадением. Стэнли не преклонен в том, что никто не знает, чем они занимаются, так как он держал это в секрете. Раздраженный инженер требует, чтобы он рассказал им, что они ищут. Он сдается и признается, что с помощью японского ученого они расшифровали коллекцию документов, которые привели их к их текущему местонахождению. На самом деле они ищут сокровища японского военачальника. Но инженер отвергает его существование, и Стэнли объясняет, что они верят, что в этой мертвой шахте они есть. Тина отмечает, что у них есть более насущные дела, в частности поиск выхода. Затем группа отправляется глубже. Когда они переходят глубоко в шахты, внезапно включается свет, и из динамиков вокруг них начинает звучать военная пропагандистская песня. Все в недоумении, поскольку они предполагали, что шахта была заброшена давным-давно. Инженер заявляет, что для них это хорошая новость, потому что, возможно, есть другой выход. Они попадают в комнату, наполненную бутылками, защитными костюмами. Они находят комнату, которую Тина называет центром связи. Японский ученый приближается к одной из карт, висящих на стене, и Стэнли подходит к ней. Пока они осматривают место за спиной одного из наемников, появляется мужчина в противогазе, но никто этого не замечает. К тому времени, как мужчина оборачивается, его уже нет. Карта, которую рассматривала ученая, похоже, изображает шахты. Маркировка относится к 25-й районной армии, что, по мнению Стэнли, подтверждает, что это одно из укрытий японского командира. Инженер думает, что в этой истории есть что-то еще и напрямую, спрашивает Стэнли об этом. Ученая сообщает, что они обнаружили шахты, что были операционным центром отряда 731. Секретное медицинское исследовательское подразделение, специализирующееся на разработке биологического и химического оружия через смертельные эксперименты на людях. Группа расстроена, но подруга Стэнли говорит, что это не имеет значения, так как каждому платили за работу. Стэнли утверждает, что не знал, с чем им предстоит столкнуться, вот почему он не может подготовить всех к тому, что должно произойти. И наемник спрашивает, какая связь между секретным медицинским исследовательским подразделением и сокровищами. Он думает, что блок 731 был просто прикрытием, чтобы всех держать подальше. Спускаясь глубже, они натыкаются на бункер, где Тина решает разделиться, чтобы его человек мог отдохнуть. Однако Стэнли и его девушка настаивают на том, чтобы пойти с ними на поиски выхода, а также продолжить поиск сокровищ. Трое из них остаются, чтобы составить компанию раненому. Группа Тина сталкивается с еще одной комнатой с клетками. Стэнли находит шлем, выданный правительством Австралии. Это означает, что те, кто находился в комнате, были военнопленными. Тина комментирует, что это должно означать, что они предназначены для экспериментов, которые проводили японские военные. Инженер спрашивает ученую, был ли блок 731 причиной того, что она присоединилась к группе Стэнли. Она признает это. Отдыхая, мужчина слышит царапанье. Он видит, как земля колеблется, прежде чем его хватают за ноги и тащат вниз. Все трое мельком видят мутанта, который убегает. Инженер требует от ученой рассказать им, что это за мутант. Но она отрицает, что знает, что это такое. Мужчина прыгает в яму, чтобы последовать за своим товарищем. Не имея другого выбора, другие тоже бросаются за ним. Инженер и японский ученый находят тело наемника. Его горло перерезано. Инженер утешает японку и говорит продолжать движение. Они настолько рассеяны, что не замечают человека в противогазе, пока не становится слишком поздно. Он нокаутирует инженера. Тем временем один из мутантов хватает мужчину и бросает его в пещеру, наполненную человеческими останками. Осматривая это место, он находит искалеченное тело пирата. Его тело, скорее всего, съели мутанты. Еще больше мутантов преследуют его. Один подходит ближе, но он тут же его сбивает. Он осматривает тело и обнаруживает, что у мутанта какая-то металлическая клетка вокруг головы. Застигнув его врасплох, мутант бьет его по затылку, хватает винтовку, а затем убегает. Наемник ищет свой пистолет, когда на него нападает другой мутант, на этот раз царапая глаза. Их появляется больше и он едва их видит. Находясь в окружении, он делает выстрел за выстрелом. Понимая, что он ничего не может сделать, он отбрасывает пистолет в сторону и смотрит в потолок. Один из мутантов хватает его и он кричит. В это время инженер просыпается, когда снова слышит военную пропагандистскую песню и кто-то говорит по-японски. Он находит мужчину в противогазе, который останавливает его и размахивает небольшим мечом. Мужчина разговаривает с японским ученым, которое затем переводит инженеру, что теперь они пленники японской императорской армии. Она объясняет, что мужчина в противогазе думает, что они враги. Она говорит ему, что война окончена, но очевидно мужчина не верит. Инженер нападает на человека в противогазе. Прежде чем он успевает добить его, она кричит «нет». Инженер снимает маску, которую носит мужчина и находит пепельное старое лицо. Японский ученый снова пытается объяснить человеку в противогазе, что война окончена. Она берет планшет и показывает старые кадры капитуляции Японии в 1945 году. Другой мужчина сходит с ума из-за этого, а затем становится на колени перед телом, покрытым японским флагом. Пытаясь найти выход из комнаты на Стэнли, сзади нападает мутант. Он пронзает его костью в левое плечо. Тина стреляет в мутанта, но это почти не действует. Он переключает свое внимание с Стэнли на Тина. Другой наемник стреляет в него, но похоже это только раздражает мутанта. Наконец он хватает одну из сломанных металлических полок и использует ее как копье, чтобы нанести удар мутанту в бок, наконец убивая его. Инженер и японка узнают историю человека в противогазе. Оказывается, он был одним из двоих, которым было поручено долгие годы охранять шахты. Когда японская армия ушла в 1945 году, они были закрыты, а его друг хотел сдаться, они подрались и он убил своего товарища. Они узнали, что мутанты военнопленные, как и подозревал Тина. Японские военные экспериментировали с заключенными и применяли к ним газ, который превратил их в мутантов, которых они видят сейчас. Ему и многим ему подобным вводили инъекции, чтобы сохранить молодость и силу, но это был всего лишь очередной неудачный эксперимент. Инженер предполагает, что человек в противогазе последний из них, но он показывает, что формула усовершенствована и передана лучшим из лучших, имперской гвардии. Возвращаясь к группе Тина, он привлекает внимание Стэнли, указывая на татуировку на голове мутанта, написанную на японском языке. Стэнли переводит это как «австралиец», 24 года, подтверждая, что мутант – военнопленный. Тина спрашивает его, как это возможно. Стэнли говорит, что не знает. Тина решает, что им следует продолжить исследование местности. В соседней комнате они находят высохшее и искалеченное тело, его желудок разрезан и его мозг торчит из черепа. Стэнли попадается шприц, наполненный какой-то неизвестной жидкостью, а также крупинки золота и, по его мнению, именно это японские военные использовали для своих экспериментов. Он расстраивается, когда понимает, что это, наверное, последнее из сокровищ. Пока Тина и его люди пытаются открыть дверь, девушка спрашивает Стэнли, почему золото было смешано. Он объясняет, что считается, что это древние эликсир жизни и основа алхимии. Стэнли теряет надежду, но его девушка указывает на что-то внутри шприца, что очевидно могло превратить заключенных в мутантов, что может означать, что оно стоит больше, чем любое сокровище. Он передает шприц и просит девушку сохранить его для него. Наконец, открыв дверь Тина и его люди попадают в большую комнату, наполненную сотнями фигур в самурайских костюмах. Похоже, они наткнулись на имперскую гвардию, над которой ставили эксперименты. Группа внезапно оживает и начинает двигаться. Тина и его люди стреляют в них, но это их почти не задевает. Тина приказывает Стэнли и его девушке уйти, пока один из наемников останется. Тина ведет двоих других к металлической решетке, ведущей к сливной системе. Но его человек убивают, когда они убегают. Остальные трое попадают в пещеру, где был убит другой наемник. Пока Тина осматривает его тело, Стэнли атакует другой мутант. Раненый Тина едва может сопротивляться, он находит отломанную кость и использует ее, чтобы заколоть и убить мутанта. Они возвращаются в канализацию и наконец оказываются в комнате, где находятся двое из команды. Тина спрашивает инженера, знает ли человек в противогазе выход. Инженер рассказывает, что поскольку мутанты умеют выходить и находить еду, а также охотиться на животных, выход должен быть. С другой стороны, девушка незаметно вытаскивает шприц и наносит удар Стэнли, так как мужчина еле держится. Их догоняет имперская гвардия и все пытаются убежать. Однако мужчина в противогазе решает остаться. Он становится на колени перед одним из имперских гвардейцев и предлагает свою жизнь за провал японской армии. Вернувшись в пещеру, один из японских императорских гвардейцев выпускает мутанта. Кажется, эти две группы теперь работают вместе. Группа оказывается там, что по их мнению является выходом, но они попадают в засаду мутантов. Подруга Стэнли в панике пытается выломать дверь, когда японка хватает большой камень, чтобы помочь инженеру убить одного из мутантов. Когда девушка наконец открывает дверь, она помогает Стэнли войти, но запирает остальную группу. Она находит туннель, который мутанты используют для входа и выхода из шахт. К несастью для нее, Стэнли сошел с ума и он убивает ее в одно мгновение. Остальные трое загнаны в угол, японка натыкается на еще один водосток, ведущий в канализацию, чтобы дать двоим шанс Тина остается. Двое других теперь оказываются в воде и японка находит еще одну решетку, ведущую наружу. Прежде чем инженер успевает последовать за ней, рядом с ним прыгает один из армии. Только японке удается спастись и она оказывается посреди озера. Она плывет к берегу, но к сожалению из воды выходит имперский гвардеец. Измученная она пытается отбиться от него веткой. В этот момент из воды появляются еще несколько человек.